Белорусский бренд Завод протягивая модернизацию в творчестве Не покинуть без уваги волонтеры червоного крыжа доставляют одиноким пенсионерам продукты и леки А зараз об этом и иншим больше подробятно Выказать пропоновое, знаете рациональное решение подчас дискуссии и замоцовать его в нормативных документах В регионе протягивать работу диалоговые пляцовки Сегодня эксперты обмерковали удосконаливание сферы адукации На какие темы отделники диалога звертали увагу ведет Дмитрий Котов До системы эдукации специалисты звертаются в другой раз Первый этап обмеркования в проходе в два три дня тому у Мазыры На этот раз вопросы носят больше широкий характер Сначала дошкольная эдукация Размова в первую очередь о платных послугах Как означают отделники диалоговой пляцовки Крайне необходимый ответный нормативный документ Який будет регулировать деятельность установки дошкольной эдукации И у яким был бы прописанный полный пиролик додатковых послуг Нас этот вопрос очень волнует В связи с тем, что в 2018 году была обновлена учебная программа дошкольного образования И те услуги, которые ранее оказывались на платной основе Теперь включены в ее структуру И следовательно мы не можем их реализовывать на платной основе Волнует этот вопрос не только нас, но и наших родителей Потому что сегодня частные учреждения образования Предоставляют возможность И предоставляют широчайший спектр образовательных услуг И, конечно, родители выбирают то учреждение Которое может удовлетворить их запросы и потребности В связи с этим мы предлагаем определить нормативный документ Определить перечень и содержание платных услуг в учреждении образования Вышедшая эдукация должна соответствовать тенденциям сусветной экономики Система, выпрацванная за прошлые годы, потребляя изменениям, отзначают спикеры Необходно у приватности удосконалить дистанционное навучение Это один из основных факторов, которые у Тымлику позволят повысить количество замежных студентов И таким чином, поуплывая на повышение рейтингов белорусских ВНУ в свете Мы, в принципе, следуем за примерами ведущих мировых университетов И в Беларуси сейчас обучается более 20 тысяч зарубежных студентов Но наша задача, конечно же, увеличить это количество Сейчас из-за пандемии коронавируса мы это делаем дистанционно В частности, наш университет, я знаю, что Могилевский государственный университет им. Кулешова Белорусский государственный педагогический университет Открыли программы магистрские для педагогов, прежде всего, на английском языке Пропанов гучить шмат Под час дискуссий вызначаются саправды важные После экспертной оценки они знойдуть адлюстрирование у новом кодексе об эдукации У приватности у проекта нормативного документа выразная регламентация относена у школы и семьи Мы ушли за последние годы от того, что основой все-таки является семья С семьей все идет Школа – это более образовательное учреждение И оно только должно способствовать и развивать Но все-таки, сняв ответственность определенную с родителей А это было однозначно в последнее время Благодаря этому был потерян и статус учителя И вот все, что происходило в обществе во взаимоотношениях системы образования и родителей В частности, в общем среднем образовании Это очевидно Вот это нужно корректировать Удельники означают Диалоговая пляцовка – добрая махчимость обмерковать иснующие проблемы и шляхи их выращения И в будущем они удосконалить систему эдукации Дмитрий Котов, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель» Электронные звороты, промые телефонные линии и особистые приемы Депутаты Палаты представников Национального Схода Республики Беларусь протягивают работу в округах На этот раз приемы Ирины Даугала начинается со звороту на телефонную линию На протягу Альпауга-1 гомельчанин огучивает одразу пять пытанев Яшекаля 20 человек пришли до депутата-асабиста Некоторые проблемы выращаются на месте В других случаях необходимо вмешательство организаций, которые имеют до их непосредственного дочинения Обращаться гошерах наведовальников выказывают пропоновые по конституционной реформе Сярута гученого, пытание партийного будовництва, реформы органов местного керамания и самокерования Выкористание символики, поширение функций парламента Это и вопросы по смертной казни Потому что нужно оставлять, не нужно оставлять Это тоже достаточно имеет серьезную основу под собой Ну и, конечно же, вопросы, которые касаются и трудовых отношений, и роли парламента В каком виде это оставлять, какой численностью, какие должны быть округа Может быть, оставить половину условно для мажоритарного, так скажем, подхода Другие для партийного То есть все это сегодня обсуждается И я всегда говорю о том, что замечательно, когда есть из чего выбирать Но самый главный выбор, конечно же, сделают люди во время референдума, когда будут приниматься поправки в Конституцию Доброжский фарфоровый завод протягивает модернизацию Далей развиваться нельга Починаюшись с середины 2000-х на протягу некольких годов Заменили частку со старелого обсталявания Укранили новые технологии В особенности сегодня удобно, что могут выраблять любые фарфоровые посуды Что месяц тут выпускается, коля 2 миллионов одинок товаров До 70% поставляется на экспорт Причем от ручной прасы на заводе так само не отмавляются В так званом живописном цеху элитная продукция, над которой прасуют самые опытные специалисты Их стаж, звычайно, налишивая по некольке десяти годов Алина Колесникова пришла на завод в 1988-м Уже привыкли, уже работаем Уже не по первости, когда пришли на завод, тогда было тяжело Все учили, по-новому все осваивали, уже опыт Побыч с элитным посудом для штуденного корыстания Малюнки на им робятся с допомогой деколю, специальных переводных картинок Сярод основных минусов такой технологии – односно невысокая худкость в творчестве А прача того, необходимый довольно протяглый час для отримания деколю от поставщика Йонда того ж реализует материалы только значными объемами, что не зауседы выгодно заводу Вырешить эти проблемы плануются с допомогой новой линии Я ее запуск запланованный на наступный месяц Лишь бы вы технологии дозволить выраблять посуд у любой колькости Нават невеликими партиями И зарабить его больше конкурента с дольным Дякуючи снижению себе кошту Одночасовая наладка обсталявания над обрушским фарфоровым Пошли мониторинг махчимых рынков сбыту новой продукции Машина цифровой печати позволит нам снизить себестоимость декорирования Увеличить разновидность рисунков И оперативно реагировать на потребность клиента Медики констатуют, расповсюживание ковид-19 по ранейшему застается проблемой номер один в свете Но нельзя паниковать и принимать любые симптомы респираторных хвороб за коронавирус Особливо зараз, в сезон гриппу и простуды А кроме выконывания элементарных мер профилактики Специалисты рекомендуют вакцинацию У некоторых выпадках своечасово зарабить пришепку от гриппу необходность А в ходе иммунизации, так само ситуации с захворыванием на вострые респираторные инфекции в регионе Рассказала загадчик отделения иммунопрофилактики Гомельского областного центра гигиены Эпидемиологии громадского здоровья Лилия Остапенко Как проходит кампания иммунизации сейчас в Гомельском регионе? В настоящее время продолжается в Гомельской области кампания иммунизации против гриппа В ходе которой планируется привить 40% населения Грипп, он очень опасен для каждого человека И в настоящее время нынешняя кампания по вакцинации против гриппа Проходит в особенных условиях Условиях циркуляции и распространения коронавирусной инфекции По прогнозам ожидается одновременный подъем коронавирусной инфекции и сезонного гриппа Поэтому наша задача провести эту кампанию в оптимально сжатые сроки С целью защиты населения от осложнений гриппа В частности от пневмонии Сколько на сегодняшний день привито человек И какие категории лиц вы прививаете в первую очередь? На сегодняшний день привито более 33% населения области В том числе 28% населения на бесплатной основе На бесплатной основе в первую очередь мы защищаем категории лиц Которые относятся к группе высокого риска неблагоприятных последствий заболевания гриппом Это маленькие дети до 3 лет Это пожилые люди Это лица с хроническими заболеваниями Дыхательной, сердечно-сосудистой, мочеводелительной системы и другие И каждый год, ежегодно мы планируем прививать этих людей не менее 75% от подлежащего контингента Кроме того, на бесплатной основе мы прививаем детей в организованных коллективах Это посещающие детские дошкольные учреждения, школы, высшее и среднее учебное заведение Это медицинские работники и лица, которые работают в закрытых интернатных учреждениях Для детей и для взрослых Кроме того, сейчас наша задача привить работающее население на предприятиях, на организации Но они прививаются на оплатной основе за счет средств предприятий и организаций Все вакцины, которые применяются в этом году, они имеют обновленный антигенный состав Вируса гриппа А, H1N1, H3N2 и вируса гриппа В И все вакцины, которые мы применяем в нашей области, независимо от производителей, они имеют одинаковый состав Заболеваемость острыми респираторными инфекциями, как сейчас обстоят дела в области? В настоящее время заболеваемость острыми респираторными инфекциями стабильная Характерная для данного периода года Если говорить по числу обращений за медицинской помощью в организации здравоохранения лиц с симптомами ОРИ То это составляет от 10,5 до 11 тысяч обращений за неделю Если говорить по заболеваемости за прошедшую неделю, то она ниже в сравнении с предыдущей неделей и с аналогичным периодом прошлого года на 4% Что касается наших контрольных городов по Гомельской области, то заболеваемость острыми респираторными инфекциями ниже эпидемических уровней от 1,2 раза в городе Речице до 2 раз в городе Гомель и Мозырь С доставкой на дом у Гомельской области активно допомагают одиноким пенсионерам У период пандемии пожилые люди опынулись в группе «Рызыки» Им настойливо рекомендуют не выходить с дому без необходности И задача волонтеров «Червоного крыжа» – допомогти кожному Перед тем, как отправиться за покупками, волонтеры избирают заявки На весь регион их больше за 100 Тому молодые люди поделились на невеликые группы А территорию в области разбили на зоны У центра уваги тех, кто мает потребу в постоянном доглядях, те просто одинокие люди При этом у дом молодые люди не заходят, продукты покидают коля воротов То, что надо, я составляю в список, и они приносят даже три раза, если надо, и четыре раза приносят домой Волонтеры «Красного креста» расклеили объявления на всех жилых домах, где проживают одиноко пожилые люди В первой половине дня мы поступают заявки, а потом мы их выполняем И размова не только о продуктах харчевания Тесно супрацовничивать волонтеры с поликлиниками, отрывливать рецепты на леки Контактная дадина и адресы пенсионеров предоставляют регистратуры Я не могу ходить ни в магазин, ни даже во двор, вот у меня И спасибо этим работникам, которые помогают У всех, кто наведывает пенсионеров, забеспечены масками, пальчатками и антисептыками Кожный волонтер прошел деталевый инструктаж Створать необходимые умовы для самоизоляции пожилых в регионе будут до того часу, поколь узровень захворывания не почне снижаться При этом службы милосердности открыты для доброохвотников, долучиться до доброчинного марафона может каждый В музеях истории города Гомеля прошла презентация книги Нессы Плескачевской «Без железной заслоны» У сборника вышли артыкулы, надрукованные в газете «СБ Беларусь сегодня» с 2014 по 2019 год Па час работы над проектом журналистка наведала 7 краин блога социалистичного блоку и узяла 70 интервью Гэта размыва не только с медийными особами, але и с простыми людьми Плескачевская сустракалася с политиками, зорками, миллионерами, наставниками, пенсионерами и продпрымальниками Кабдаведаца, что изменилось у их жити за опошние 30 годов и як отбилися на кожный из краин паде 1989 года Гэта книга про кардинальные змены во Усходной Европе, надеи, радости, перемоги и расшарования Эта книга, которая рассказывает о переменах, которые произошли в странах Центральной Восточной Европы после революции 1989 года Именно поэтому здесь на обложке разрушения Берлинской стены, потому что она послужила началом и нашего проекта, и того, что произошло в странах Восточной Центральной Европы Но здесь замысел в том, чтобы посмотреть и на заднюю обложку тоже Потому что если посмотреть все вместе, то сначала это, а потом это Наступная книга, над якой зараз працует Инесса Прискачевская, присвечена беларусу Валентину Елизарьеву, мастацкому керавнику Великого театра Беларуси И она так сама будет побудована на серые интервью В областном Центре народной творчести открылась выстава картин в учениц Гомельцкого мастацкого колледжа под назвой «Вокны» Анастасия Комарова, Юлия Ураблевская и Юлия Мираевская Юные масташки, вельми разноплановые и кожные со своим особливым светопоглядом Эта экспозиция – первая презентация творчести для аудитории У работах глядачей знайдуть багато фарбов, техник, сенсов и эмоцийных переживаний А далі горы – до авторских портретов, от классичных пейзажей до складанных композиций Кожная картина – небы окно у творчей и таемной швед автора С ягопушуками в себе и мкнением до нового и невядомого Гэта и иншая новинная информация о проектах телерадиокомпании Гомель Вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершено, усяго доброго и до встречи у эфира Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто В студии Руслан Габрилев, здравствуйте За минувшие сутки в Гомельской области два человека погибли на пожарах Обе трагедии произошли в Реческом районе В деревне Пасека горел деревянный жилой дом Хозяин, мужчина 1963 года рождения, был обнаружен спасателями после разведки помещения Пенсионер лежал на полу без признаков жизни Погибший состоял в списках граждан группы риска смотровой комиссии Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении По такой же версии произошел пожар в деревне Кроватище На кровати в доме было обнаружено тело хозяина Согласно характеристике, мужчина злоупотреблял спиртными напитками В Ветковском районе утонул рыбак На реке Бесець перевернулась его лодка Мужчина оказался в воде Трагедия произошла неподалеку от деревни Черемня Лодку без людей заметили другие рыбаки и сообщили об этом милицию Водолазы Ветковской спасательной станции обнаружили тело погибшего В осводе еще раз напоминают о необходимости обязательного использования спасательных жилетов Отправлял снимки обнаженных женщин в мессенджерах И стал фигурантом уголовного дела о распространении порнографии В Гомеле задержан 46-летний мужчина, который активно делился в интернете пикантами фото Фотографии порнографического характера задержанный отправил своему приятелю Тот заметил сходство героини портфолио с сожительницей друга Между собеседниками произошла бурная переписка, по окончанию которой знакомый отправителя Все сомнительные фото из личного чата удалил, а собеседник, напротив, решил не трогать Экспертиза изображений изъятого телефона показала, что предоставленные на исследование объекты относятся к порнографическим материалам По факту их распространения возбуждено уголовное дело Милиция ищет свидетелей и очевидцев совершения кражи в Новобелецком районе Гомеля 4 октября 2020 года примерно в 10.20 из гомельской квартиры, расположенной на улице Калинникова 3 неизвестные похитили сотовый телефон Honor 8S Сотрудники ОВД администрации Новобелецкого района устанавливают личности мужчин на фотографиях и видео а также иных свидетелей и очевидцев происшествия Если вы владеете информацией по данному факту, просьба сообщить об этом по телефону, указанному на экране Анонимность гарантируется Это вся информация на сегодня Оставайтесь с нами и берегите себя Я Руслан Габрилев, благодарю за внимание До свидания На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта В студии Михаил Садовский Здравствуйте Прошли очередные поединки чемпионата Беларуси по хоккею среди команды экстралиги Гомель принимал на своей площадке металлург Областное дерби закончилось победой хозяев льда Подопечные Стаси перешли в атаку с первых минут и на 11-й минуте Сусло открыл счет Затем его удвоил Кочеловский Во втором периоде гостям удалось не только сократить, но и сравнять счет А дальше шайбу от Гомеля и металлурга чередовались Забросил шайбу Нестеров, ответил Кузнецов На старте третьего периода свое имя в протокол вписал Супхи А следом за ним Тополь На 47-й минуте матча Скоринов забросил последнюю шайбу Итоговый счет поединка 5-4 В жлобе не прошла спартакиада по волейболу среди спортивных школ области В турнире участвовали юноши и девушки 2006-2007 годов рождения По итогу соревнований команда Кармянского района завоевала бронзовые медали У представительниц Мозыря серебро А вот на первую ступеньку пьедестала поднялись хозяйки турнира Волейболистки из Жлобинского центра Олимпийского резерва Мужская волейбольная команда «Газовик Гомель» презентовала свой логотип Его разработал исландский дизайнер-геральдист Рафн Гислосон Автор представил два варианта, один из которых и выбрали волейболисты Логотип команды создан скириллическим и латинским текстом в голубых цветах С использованием элементов брендбука предприятия Гислосон разрабатывал лого для команд и клубов со всего мира, в том числе и Беларуси Однако это первое сотрудничество с белорусским волейболом В Мозыре прошла областная спартакиада по боксу По итогам турнира в командном зачете победила сборная Жлобинской детско-юношеской спортивной школы Второе место у Гомельской Олимпии А вот бронзовые награды увезли спортсмены Лельчицкой специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва На выходных пройдет сразу несколько турниров по кио-кушинкай-карате Открытое первенство Гомельской области Кубок Гомеля 2020 и международный турнир Сакура над Сожем В Кубке областного центра будут выступать взрослые Спортсменов разделят по весовым категориям В турнире Сакура над Сожем за награды будут бороться юноши и девушки от 8 до 11 лет И юниоры от 12 до 17 лет Всего планируется приезд около 300 человек Пройдут соревнования в субботу и воскресенье Бороться спортсмены будут на площадке культурно-спортивного комплекса Гомельского отделения Белорусской железной дороги Начало поединка в 9 часов В Гомельском районе пройдет чемпионат Беларуси по парапланиризму «Полесский десант» На аэродроме в Зябровке спортсмены со всей страны соберутся уже в 11 раз На протяжении двух дней парапланиристы будут соревноваться в дисциплине приземления на точность Победит тот, кто наберет больше очков по результатам всех попыток Открытие турнира пройдет 24 октября в 9 часов Сразу после него начнутся состязания В воскресенье 25 октября выступления спортсменов продолжатся Организаторы отмечают, что в программе возможны изменения Полеты будут проходить в зависимости от погодных условий На этом пока все с новостями спорта Вас знакомил Михаил Садовский Оставайтесь на «Беларусь-4» Оставайтесь на «Беларусь-4» Оставайтесь на «Беларусь-4» Продолжение следует...